Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Даналия, и сегодня у нас очередное видео по обновлению в Star Stable Online. К сожалению, не могу приветствовать вас стандартно свечкой на лошади, так как вечно теперь выскакивает вот это объявление по поводу обновления, которое я не хочу пропускать и хочу его показывать вам. Встреча новых диких лошадей, да, сегодня добавили, по-моему, последних, да, всех последних коняшек, лохматиков, как я их называю, в Star Stable. И добавили Эмбермейна, боже, название страшное дело, я бы назвала его Огненный Конь. Добавили вот этого чудного коня, который до конца года будет находиться в продаже непосредственно в самой игре, в Форт Пин. А в ближайшем обновлении в Star Stable Horses его добавят туда, и вы сможете вырастить этого коняшку от жеребеночка до 10 уровня и точно так же купить к себе в конюшню. В чем разница? В самой игре конь будет доступен до конца года, а в приложении он будет оставлен навсегда. Так что, как только этот коняха появится в приложении, все мои ленивые друзья, которые хотят 10 уровня лошадку и, в принципе, эту лошадку, будут у меня ее выкупать. То есть я ее выращу и буду им потом ее покупать на их аккаунт. Как бы люди меня просят, я выращиваю, и они ее потом просто выкупают. Так, давайте-ка все-таки пересядем, потому что я хотела бы снимать видео вообще в другом облике, но благодаря вот этой иконке, которая высвечивается один раз, на заход в игру после обновления больше не высвечивается. Так что, подождете, я быстренько переоденусь. Вот, тем временем, я и успела переодеться, и мы подъехали к самому интересному экспонату данного обновления. Это вот этот вот магический конь, который вначале был спойлером, а затем все уже знали, что это персонаж из сериала, который будут выпускать разработчики Star Stable, который будет называться Mistfall, и этот конь оттуда. Просто, как всегда, как всегда, здесь просто полным-полно народу, никто не дает нормально посмотреть лошадь, поэтому, извините, дамы и господа, но вы отправляетесь в игнор, потому что я хочу посмотреть... Что ж так лагает? Я хочу посмотреть на коня в нормальном виде, а вы его... Что это за персонаж, который даже не нажимается? Я хочу его посмотреть. А, вот, наконец-то. Девушка, будьте любезны, спасибо. Вот такой вот просто красавчик, цвет фиолетовый такой, как будто... И, конечно, извините, но баклажанчик, покрытый инеем, наверное. Ой, такой вот классный. Вот его я покупать буду. Он, кстати, насколько я помню, не магик. Вот, поэтому можно будет менять стрижки, и я лично, наверное, сделаю из него единорога, хотя я не уверена. Уж больно он шикарен в этом виде. И сочетание фиолетового с оранжевым, это вообще прекрасно. И эти огненные глаза, и эти белые ушки, белая отметина. Вот, вот это вот мне нравится. И он при этом еще и не магик, значит, делает, что хочешь, с его причёсками. Ой, слушайте, а я не замечала, что у лохматиков есть вот эти штучки. Я не... Я забыла. Я забыла, как они называются. Когда-то знала, забыла. Надо же... А я на своем-то и не видела, наверное. Потому что у меня он там белый. А у тебя тоже есть, да? А у моего тоже есть. А на задних тоже? Ой, прости, а я на тебе не... Я не заметила их. Ой, как классно. Слушайте, это круто. Вот такой вот, в общем, персонаж. Эмбер Мэйн. Описание я буду читать, наверное, когда покупать его буду. Потому что это особенная коняха. Значит, до конца года он доступен всем с первого уровня. Стоит 975 СК. Так что, если у вас имеется сбережение, то берите. Как такую красавчика не взять? Ой, да что ж такое? Почему так лагает? Все, страшно-то как? А! Так что, вот такое вот чудо. Можно, кстати... Я ненадолго. Я загораживать лошадок не люблю. Но ненадолго я встану, чтобы чисто вы увидели сравнение этой яркой особы. Этого прекрасного коня с вот этим вот лохматиком. С моим Гардион Дезайером. В общем, очень классненькие. Ну и, кстати, вот ушки у них. А, у них ушки бенькие, поэтому они мне и кажутся похожи. Учил лапочка. Да, я, наверное, если... Я буду снимать покупочку, но буду снимать ее отдельным видео, потому что СК у меня есть, они потихонечку копятся. Правда, вот часть этого СК вот вообще тратить... Просто запрещено. Вот, но... Хотя, знаете, да, покупка будет, но я так думаю, что не сейчас, а, наверное, ближе к концу года. Раз он до конца года, то этот конь еще может потерпеть, еще может меня подождать. Да. Ну, а об этом, конечно-то. Потом еще порассуждаем. А теперь давайте посмотрим остальных коняшек, которые находятся в Диколисье. Воу-воу, я уже вижу, сколько людей здесь тусуются. Так, да, нам добавили, получается, пять лошадок, и давайте... Боже, перепрыгивающий народ, я вас, если честно, не очень люблю. Давайте по очереди посмотрим на всех этих очаровательных диких лошадок. Значит, первый у нас идет вот такой вот тигриный красавец. Как бы камеру поставить, потому что тут люди, люди, люди видят. Везде абсолютно. В общем, вот такой вот красавчик. Да, морды, кстати, по-моему, вообще идентичны с моим лохматиком. Вот, но вот такой вот тигриный у него окрас. То есть, как будто что-то связанное из... Зак... Закой... Ай, 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 ай... Зони, зони. Что-то связанное с зони. Вот, в общем, вот такой вот дикий. Причем, знаете, мне кажется, что, в принципе, каждая эта дикая лошадка, она ассоциируется... Вот те, что ли, с нового окраса, они ассоциируются... Да, люди, до свидания, вы мне извините, не мешайте, потом я вас уберу из игнора. Они ассоциируются с какими-то дикими кошками. Лично у меня. То есть, там лев, тигр, пума и еще кто-то. То есть, я вообще какой-то горный лев. Вот такой вот еще полосатик есть с такими полосочками на сусавах, на коленках. По-моему, кстати, такие же полоски имеет мустанг, который подается в мистфоле. Вот такие еще классные, мне нравятся у них полоски по спине, которые идут... У моего незаметно, хотя я уверена, что оно тоже есть, но тут-то они светленькие, тут заметненько. В общем, вот такой вот красавчик. Просто прекраснейшие кони. Наверное, потом когда-нибудь буду их всех скупать. Потому что каждый из них по-своему просто милаха. Просто по-своему каждый из них очаровательный. Так, Валерия, простите, извиняйте, вы меня перепрыгнули, и вы мне немножко мешаете. Да, в принципе, надо всех тут кидать. А потом просто потихонечку всех их удалять. Я не во зло, вы сами знаете, просто иногда мне, ну, мешает снимать. Да. Вот такой вот конь, который мне... Это второй конь по счету, который напоминает мне Филиппа, коня Белли из Красавицы и Чудовища. Первый такой коняха стоит у меня в конюшне, второй раз купленный Клейдесдаль. Вот. Но это тоже такое, право, типа... Я люблю тяжиков. Те, кто меня давно знают, помнят, что я обожаю тяжиков. А тут еще и лохматики. Знаете, они как будто взяли... Кого же взяли? Взяли, в принципе, мои многие любимые породы. Они взяли Тинкера, они взяли Шведика, и они взяли Хафлингера. Вот я не знаю. Вот у меня это такое, смешение крови, и вышла вот такая вот... А, ну и плюс еще ушки, это Марвари. И вышло такое вот чудо, чудо, классное. Я прям чувствую, какое оно плюшевое-плюшевое. Мяненькое-мяненькое. Так, ну давайте проследуем дальше. Они еще добавили, вот, значит, вот таких вот... Я не помню, как они точно называются, но помню, что Старщайн, конь Лизы, тоже этих же диких кровей. Вы просто посмотрите, он такой белоснежный. И вот этот голубой оттенок. Так, я из него думала... Думаю, наверное, я сделаю... Когда куплю его... А, люди! Люди! Я из него... Его сделаю потом единорогом. Да. Потому что, ну вот это... Это божественное, снежное чудо. Оооо! Я боже, когда они чешут ножку. Так, и последний на сегодня, рядом с которым просто надо всех брать и... Да, неожиданно, Старстебл решил сказать до свидания. Да, кстати, здравствуйте, Олеся Даркмун. Вы у меня на фоне. И вы мне не мешаете, поэтому вы игнорники. Вот. Значит, остался последний конь, которого я должна была посмотреть. Это вот такой вот просто, просто вот... Просто красавчик. Я его хочу, наверное, сапфировым каким-то назвать или что-то в этом роде. Так, колесико-мышка пришло пойти назад. В общем, вот такое вот чудо. Просто... Ну, единственное, меня... Ну, нет, вот у него вот эта вот голубая мордочка меня нисколечки не смущает. Вот, ты просто будь, смотрите, у тебя эти голубые глазки, вот эти ушки. А-а-а! Какие лапочки! Просто чаровашечки. Эти лохмотики такие. Классные масти, мне очень сильно нравится. Ай, сколько людей. Это потому, что я уже в игнор про Микитал. Ой, можно кнопочку просто, чтобы убрать всех? Для видео было бы вообще идеально. Не в обиду моим друзьям, не в обиду моим сокровникам, но иногда эта кнопочка просто необходима. Да. И, кстати, на этом обновление все. А на следующей неделе, если я правильно поняла, статью в Старстейбл, нас ждут продолжения приключений в Диколесье. И если вы еще не открыли эту локацию, не переживайте, рано или поздно вы ее откроете, вы пройдете все те же самые приключения, что проходим сейчас мы и не переживайте всему свое время. А на этом я с вами прощаюсь. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока, удачи вам и до встречи в следующих видео. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова